Друзья, проезжаем Ажайский дворик, вот показываю, как вечером он светится. Мы в машине, решили вечером сегодня поехать на дачу, потому что, ну, завтра, я говорила, нам должны приехать септик делать, вот, а... Делать и чистить. Да, чистить. Ну, я рассказывала, соответственно, понятно, что там делать, чистить септик. А нам неохота завтра утром очень рада вставать, поэтому проще, проще, чем сейчас поехать. Сейчас времени у нас 10, потому что обычно мы ложимся все-таки не рано, раньше 12 мы никогда не ложимся, а то и позже и 2, и в 3, вот. А зато утром, как бы, вставать очень рано не хочется, тем более, что там потом с Ричем гулять, в общем. У нас режим свой и у Ричи, и так далее, поэтому с Ричем тоже проблема, если мы утром рано встанем, его надо будет тащить на дачу, а гулять там уже будет некогда, потому что надо будет общаться с рабочим, ну, с этим рабочим, я не знаю, там, ларить начнет, в общем. А так будет проще, сейчас приедем с ним погуляем, до того, как приедут рабочие, нам позвонят, погуляем, ну, и все. Ну, и завтра мы вернемся, надеюсь, что все нам сделают, все будет хорошо. Посмотрим. Вот так. Одна была проблема, что там, как бы, сейчас мыться не надо лишний раз, воду смывать не надо, сливать ничего. Но мы помылись дома, а, в принципе, что тут, одну ночь переночевать. Водой пользоваться можно, потому что у нас вода есть еще на кухне, и на кухне она сливается, хорошо, когда в несколько мест сливается, да? Конечно. На кухне она... Потому что технологии. Да, на кухне... Мои головы. На кухне она сливается в другое место, вот, и поэтому... Так специально задумано. Да, там можно пользоваться водой, кстати. А когда у нас, наоборот, на кухне были проблемы, помнишь, можно было мыть там посуду, что-то там, в ванне. Поэтому без воды мы не будем, это самое главное. Ну, а без души мы уж явно обойдемся. Ну, что, я тебя потру, ты меня. Устроим ванну, это, как его, баню, да, таз достанем, даем. А что, можно? Вот такие дела. Ну, я не знаю, что тебе, я вообще цепать не хочу, но что-то взяла телефон и раздевалась. В общем, едем, слушаем музычку. Поехали с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы на даче. Друзья, всем привет. Видите, это стоит Сережа. В общем, к нам приехал мастер по септику. И они сейчас вот разбираются, что там такое. У нас сегодня такой дождливый день. Вот. Рича, нос стал намного лучше. Сейчас увидите, нет. Рича, сидеть, Рича, сидеть, сидеть. Рича, сюда смотри. В общем, не хочет, ладно. Лучше стал. А вот, видите, стал намного лучше. Так, постель еще не убирала. Так что не обращайте внимания. Хочу вам показать, что у нас, видите, все окно в капельках. А почему? Потому что дождик. Вот тут уже вообще все растаяло. Грязюка, неимоверная. Заборчик наш стоит. Вот, чуть снега еще осталось. Вот. Да, Ричик, да. Да. Видите, радуется. А он, не, он не радуется. Он сейчас радуется. Видите, он на дверь смотрит, нервничает. Сережа с рабочим на улице. Он хочет на улицу. Естественно, его не пускают, потому что он же не знает, что там рабочий. Он будет лаять на них. Вот. В общем, не знаю, что там. Долго они уже. Очень долго. Видите? Шланг кинут. Пытаются что-то сделать. Вот. Ну, а я... Время у нас уже... Четыре часа приехал. Он не в двенадцать. В общем, они... И не в десять. Они звонили. Звонила женщина. В общем, все странно в Можайске тут у них. Это просто очень странно. Потому что то они нам не перезванивали. Когда мы первый раз заказали, сказали, позвоним в течение часа. И потом на три часа пропали. Потом Сережа перезванивал. Потом они отпускали полчаса. Опять пропали. Потом она сказала, вам не звонил рабочим. Говорим, нет. Которое будет делать. Вот. Сегодня Сережа тоже им звонил. Говорит, что будет. Она говорит, да-да, будет. В общем, вот четыре часа приехал он в три, наверное. Ну, а я вот яичинку приготовила. Ну, это Сережина часть. Вот. Так как он сейчас занят, я роллтоном и не завариваю. Ну, роллтон и яйцо буду кушать. Чай пить. В общем, буду... Не скури. Буду завтракать четыре часа, можно сказать. Ну, сегодня выспались зато. Даю Даню... Ой, даю Ричу вот эти таблетки. Ему от них явно лучше. Даже промываю я вот хлоргексидином. Мало ему. Ну, один раз в день где-то. А надо два. Ну, он просто его глотает, во-первых. Как промыть рот? Ты пшикаешь, он начинает его глотать. Мне кажется, это вредно. Врач сказал, ну, а что делать? Мне кажется, таблетки ему помогают. Один раз нормально обеззараживать вот эту... Значит, его губу хлоргексидином. Я думаю, нормально. Так. Вот мой венок. Видите, эта коробка не подходит. Венок, который в прошлые выходные... В прошлые выходные, когда мы приезжали, матрас по мне обвозили, я его разобрала. Надо переложить какую-то другую коробку, потому что не закрывается. Вот этот круг слишком большой. А, видите, это заготовка. Я на следующий год там сразу могу нарядить. У меня заготовка круга, на которой ветки вешаю. Цепляю. И игрушки все, которые нужны для этого круга. Надо, конечно, еще поснимать зимние новогодние украшения, так как мы вот сюда не приезжали долго, то не снимаем. Вот машина стоит. Капает дождик. Все. Говоришь, можешь не стоять у двери. Перепачкал весь порог он нам. Надо тут пол мыть. Ну, у нас есть хорошая швабра. Мы в выходные приедем, по-моему. Не стой. Никуда мы не идем речь. Пошли. Пошли в комнату. Пошли. Вот Сережа тут работал с утра, пока ждал их. У меня тут планшет есть. Вот в этой штуке. Планшет у меня. Я компьютер не брала в этот раз. Вот брала. Планшет. В мягенькой штучке просто вожу, чтобы не царапался все. Так, а я показывала вам матрас. Сейчас покажу. Вот матрас наш, который мы привезли из дома. Идеально на эту кровать. Эту комнату и когда они хочут занять, хочут покрасить ее. Будем красить стены. Для этого оставили полиэтилен, в котором везли матрас. Сейчас кровать хочет ставить вот так. Потому что он один будет вставать. С кровати он будет вставать один. Мы когда тут жили, то надо было, чтобы я вставала. И Сережа, и нам было удобно, чтобы кровать стояла именно так. А Даня один будет спать, поэтому он поставит кровать вот так. Стол здесь какой-то хочет поставить. Шкаф. В общем, тумбочку рядом, а стол вот тут, по-моему. Ну, в общем, как-то хочет. Или вот там стол около окна. Вот так. Да, по-моему, вот так кровать. Здесь письменный стол у окна. Рядом кровать, тумбочка, письменный стол. И здесь шкаф. Ну, в принципе, получается очень хорошо. Вот. Так что кровать, кровать у нас тут готова. Искали мы новый матрас сюда купить. Но, видите, здесь не продаются такие матрасы, которые скручены. А нам нести по лестнице невозможно. Матрас, который с пружинами. Только если через окно балкон поднимать. Потому что просто он, ну, громадный не пролезет. Только как вот машин еле-еле пролез. Это который имеется в виду на односпалку. На двухспалку нет. А наш, видите, можно скручивать, поэтому это очень удобно. Потому что машин матрас, он с пружинами, но это на односпальную кровать. Мы новый покупали здесь. А, ну, не буду сейчас простыню убирать. новый хороший матрас у него. Вот. И он еще как-то входил. А так, видите, в поворот вот в этот. Тут-то понятно. Но у нас маленькая, вот тут мало. Маленькое расстояние от потолка до вот этих ступенек. и вот поворот ну, ты никак не занесешь, чтобы он был. Вот поэтому они не продают здесь скручены. Так что это был идеальный вариант. мы себе купили новый матрас. И этот сюда привезли. Все отлично. Не скули, ты никуда не пойдешь. Друзья, мы уезжаем с дачи. В общем, увидимся с вами позже. В пятницу. А, я вам не сказала только одно. В общем, сделать так ничего не получилось пока в пятницу. А, когда купят деталь рабочая, оказывается, был не один рабочий, а два. И мы приедем сюда, и вот они будут что-то делать. Сережа пока ничего не оплачивал, потому что пока ничего не сделано. В общем, до пятницы. Сегодня у нас среда. Едем в Москву. Маша звонила. Еще у них все нормально у детей. Едем в Москву. Гляньте, они ровненько. Что? Говори. Что, елки, видишь, постриг ровно. Все ветки постриг. Ты? Ну, а кто? Не знаю. Чем? Секатором. Взял секатор, пошел, все ветки постриг. Видишь, как ты ровненько красиво стало. Генский? Хорошо, конечно. Не надо мне спасибо говорить. Я это бесплатно сделал. Вот эту елку, что же надо. Правильно, бесплатно, потому что у тебя машина царапается. Надо тут что-то ветку тоже будет. Знаете, елки разрастаются, верхушки обстригли и то. Горе пополам. Где-то в бок пошли. А теперь, да, они в бок пошли, а никто не стрижет. Генерал тут. Раздорога из-за них съехал он туда. Все объезжают эти ветки. Да, надо, и это надо запечать. Не знаю. Ладно. Пилу надо взять такую. Секатор подошелся. В общем, видите, какая у нас грязюка. Снег почти весь сошел. Но теперь очень влажно, грязь. Вот так вот. Друзья, у меня есть такая сковородца грим, которая в обратном вот, там, кружки нет. Потому что я беру второму на крышку другую крышку. Ну, это шокиньки я тут готовлю курочку. А у меня индейка эта. Ну, индейка стейки. Да. Индейка индейка стейки. Вот, а здесь у меня пюрешка варится. Стейки почти готовы. Так, еще чуть-чуть. Картошечка тоже уже готова, что ее можно мять. Поэтому 5 минут и все будет у меня готово. Удобно вот эта сковородка, на нее можно масло не лить. Вот, стейков выпариваются что-то. там дно ну, видите, какое, как у гриля, не ровно, полосочками.